онкология является очень сложным разделом медицины работать в этом направлении не очень легко одной из причин это является то что сообщение пациенту наличие у него локации на опухе конечно же эмоционально воспринять ему это тяжело поэтому надо много уделять не менее пациентам до начала лечения ему надо вселить надежду на выздоровление что и чаще конечно и бывает меня зовут виктор кахнюк я заместитель директора по хирургии республиканского научно-практического центра онкологии медицинской радиологии имени николая николаевича александрова мой рабочий день начинается 8 часов и дежурная бригада врачей в лице ответственного дежурного и дежурного по революционному блоку рассказывают как прошло ночное дежурство касательно экстренных операций на тяжелых операций другие ситуации которые могли возникнуть за время ночного дежурства доброе утро пожалуйста ответственную дежурной ситуацию центре состояла пятьсот девяносто три пациента выписано 75 поступило 82 состоит 600 пациент если пациенты находятся в реанимационном отделении они индивидуально каждый обсуждается для того чтобы сам утра приняты какие-то решения нужно ли до обследования нужно ли изменить план лечения после этого я всегда иду на обход и наблюдаю за теми пациентами которых я оперировал накануне либо несколько дней назад выполняю им перевязки но мое глубокое убеждение что хирург который выполняет операцию должен обязательно наблюдать пациента каждый день интересоваться его состоянием если у него какие-то жалобы как потекает послеоперационный период и естественно проводить перевязки такому пациенту сам вот и прооперировал значит будь любезен наблюдаю за пациентом здравствуйте здравствуйте как не ну ладно себя чувствуете спасибо хорошо хорошо что значит хорошо но ничего не болит ничего не жалуюсь все прекрасно ходите кушайте на хожу кушаю молодец тогда я узнала диагнозе мысли конечно были самые плохие никакой просвета я не не видела а думала только о плохом но после все же набралось мужества если можно так сказать думая о том что возраст может хороший пожилая уже слава богу хорошо детей вырастила внуки выросли ну если что и случится так ничего но а даст бог может и выживу а тут золотые руки сделали очень-очень многое я даже не знают случаю чтобы пациент республики беларусь направлялись комиссии которые имеются при вынесется дороге не для лечения за рубежом почему потому что эффективность лечения одинаковая если вы зайдете и почитаете результаты лечения европейские государства лекарственных образований и увидите что 50-60 процентов пациентов излечивается и зайдете в белорусский канцерегист вы увидите аналогичную цифру то есть результаты лечения соответствуют европейскому мировому уровню что это позволяет кадровый потенциал техническое оснащение и наличие практически всегда лекарства лекарства производятся европейских государствах в россии в республике беларусь с одного того же сырья которая поступает с индии там с пакистана с китая там и и так далее появляется весь персонал центре и начинается консилиум и для того чтобы принять решение о диагнозе о тактике лечения лечащий врач докладывает о пациенте добавляет валентин петрович наш диагност ведущий ну и затем выступают все участники консилиума пожалуйста доктор петрушка начинайте здравствуйте меня зовут кофмюк виктор тихонов я заместитель директора по хирургии центра онкологии и планируется что я буду вам выполнять хирургическое вмешательство это правило тот кто запланирован выполнять хирургическое вмешательство он должен обязательно прийти к пациенту представиться сказать что я буду вас оперируют и естественно подготовить его чтобы человек тоже накануне операции не должен тревожиться там не спать волноваться и так далее если планируется хирургическое вмешательство то где-то уже к десяти часам я иду в операционный блок и провожу хирургическое вмешательство пациент подготовлено находится в операционной с ним сейчас работают анестезиологи ну и через несколько минут будет начинаться операция занимают среднем 23 часа а иногда так сказать и и больше четыре часа опять зависит от от той ситуации которая проясняется после начала операции когда проводится ревизия брюшной полости ну и окончательно принимается объема хирургическом вмешательстве операция завершена длилось около трех часов никаких интероперационных осложнений не было надеюсь на эффективный онкологический результат онкологический пациент это пациент у которого развелась злокарственного опухолю структуры онкологической заболеваемости в республике беларусь у женщин на первом месте стоит рак молочной железы на втором месте колоректальный рак и заболевание женских половых органов на третьем месте структуры онкологической заболеваемости мужчин первое место занимает рак предстательной железы на втором рак легких и на третьем колоректальный рак при своевременной диагностике все эти виды рака полностью излечимы при онкологических заболеваниях есть способы профилактики для того чтобы онкологическое заболевание не развилась а профилактика онкологических заболеваний включая в себя первичную профилактику вторичную профилактику и третичную профилактику когда мы говорим о первичном профилактике то как бы врачи нам здесь не могут оказать особое влияние речь идет например Например, о загрязнении окружающей среды, о качестве питьевой воды, о правильном питании и так далее. Если мы говорим о вторичной профилактике рака, то здесь имеется в виду появление предопухолевых заболеваний, предраковых и их лечение. И лечение до того, как развивается злокарственная опухоль. Вот тут очень важный вопрос – скрининг. Ну и третичная профилактика – это эффективное лечение, кастинг образований. Вот то, чем занимается Центр, потому как название Центра – Республиканский научно-практический Центр. Значит, мы разрабатываем новые методы диагностики, новые методы лечения. Более эффективные, чем те, которые были вчера. Все пациенты с онкологическими заболеваниями Минской области получают лечение в Центре. Во всех других областях есть межрайонные диспансеры и областные, во всех областных городах. И если по каким-то причинам лечение не может быть проведено в областных онкологических диспансерах, пациенты направляются в Центр. Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями основано на трех китах. Это хирургия, это лучевая терапия и лекарственное лечение, что чаще называется химиотерапия. Скульптура, расположенная на территории Центра, как раз и подтверждает это, поскольку там прототипами явились конкретные люди, которые разрабатывали именно вот эти три основные направления лечения онкологических пациентов. В год проводятся около 15 тысяч операций, половина из которых являются сложными либо высокотехнологичными. Мы находимся в операционной, где проводится хирургическое вмешательство про опухолях, ну, довольно редких, нечастых, печени, поджелудочной железы. Ну, это такие сложные хирургические вмешательства, длятся они от трех до пяти часов. Вот лечение пациентов с опухолями мозга не так давно мы начали тоже проводить. Одним из современных направлений развития онкологической хирургии является освоение, внедрение и применение эндовидеохирургических вмешателей. Травма операционная меньше, послеоперационный период протекает легче, меньшее количество вводится обезболивающих препаратов. Операционная бригада иногда три человека, иногда четыре, иногда два. Операционный блок включает в себя 24 операционных, причем ради случаев операционный блок работает в две смены. Случевая терапия, она позволяет либо уменьшить размеры опухолевого процесса, и может даже выполнить органосохраняющую операцию благодаря этому, либо добиться стабилизации. Вот на этом аппарате у нас происходят сеансы лучевой терапии. В каньоне находится пациент, мы за ним наблюдаем через камеру. У нас есть видеосвязь и при необходимости есть и живое общение с пациентом. Для того, чтобы пациент чувствовал себя комфортно во время сеанса лучевой терапии, был неподвижен, для того, чтобы обеспечить точность подведения дозы и в последующем рассчитывать на хороший терапевтический эффект. Для удобства пациента, для его комфорта продолжительность сеанса должна быть минимальная. Излучение непосредственно воздействует на опухолевую ДНК. Происходит разрыв цепочки ДНК и ведет к гипели опухолевых клеток. Мы сейчас находимся в отделении лучевой терапии. И вот перед нами гамма-нож. Это единственный в Белоруссии аппарат, на котором получают лечение пациенты с метастазами, с локацией дыхов и различных локализаций в головной мозг. Отдаленные результаты нашего лучевого лечения сопоставимы с хирургическим. Ну и самое главное, нужно понимать то, что это не хирургическая операция, это облучение опухоли. В не только представлен случае пациента с метастатическим поражением головного мозга. Вот этот очаг оконтурен голубым контуром. Этот очаг был полгода назад, по поводу которого проводилось наше лечение на гамма-ножи. На сегодняшний день вот осталась такая маленькая точечка. Субтитры подогнал «Симон» Химиотерапия – это лекарственное лечение, применяется очень широко. Причем практически при всех локальных образованиях. Лечение проводится как в стационаре, так и амбулаторно. Это современное направление развития оказания медицинской помощи, смещение ее в сторону амбулаторного лечения. То ли это амбулаторная операция, то ли это амбулаторная лучевая терапия, то ли это амбулаторная химиотерапия. В течение одного, трех, иногда и пяти часов проводится лечение, а затем пациент уезжает к себе домой в семью. Психологически это для пациента гораздо легче, чем все время находиться в онкологическом учреждении в стационарных условиях. В стационарах остаются те пациенты, которые либо по состоянию здоровья не могут приезжать каждый день для лечения, либо живут отдаленно, либо им предстоят большие, скажем, хирургические вмешательства, либо другое лечение, ручевое, химиотерапевтическое, где есть риск побочных проявлений, необходимо постоянное наблюдение медицинского персонала. Исключительно большое значение имеет настрой пациента. Поэтому в штате у нас есть и психологи, которые тоже работают с пациентами, ну потому что оптимизм – это залог хороших результатов. Человека невозможно рассматривать как только физическое тело. Человек – это еще и душа, это еще и мысли, это еще и его настроение, его эмоции. Вот этой невидимой частью занимается наше отделение медико-психологическое. Считается, что наши мысли формируют наше физическое состояние. Когда человек начинает по-другому относиться и к себе, и к лечению, и видит надежду впереди, то, соответственно, идет улучшение эмоционального статуса, а дальше приверженность к лечению. Вот тут, можно сказать, той важной роли, которую делают психологи. Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Николая Николаевича Александрова. Создан давно. Мы уже отпраздновали и 60 лет. Это учреждение, помимо лечебной работы, занимается разработкой новых методов диагностики лечения. Есть аспирантура, есть ординатура. Готовятся кандидаты медицинских наук, успешно доктора медицинских наук. Кадры, которые обеспечивают развитие нашей онкологии, и которые позволяют держать это развитие онкологии на высоком уровне. В центре на сегодняшний день более 2000 сотрудников. Я думаю, что гордиться своими сотрудниками мы просто обязаны, потому что у нас очень большие достижения. В прошлом году наша работа была представлена на присуждение государственной премии. Мы вышли победителями, четверо наших сотрудников. Гордимся операционными сестрами, без которых невозможно было выполнить вот эти объемы большущих хирургических вмешательств. Прооперировать, делать техническую работу – это одно, уход обеспечить, это вот средний медицинский персонал, младший медицинский персонал. Результаты – это итог общего нашего дела, всех. Центр начинался с маленького троэтажного корпуса. Он постепенно разрастался, появлялось новое оборудование, расширялось объемы хирургических вмешательств. На сегодняшний день в центре 30 административных зданий. На территории центра расположена консультативная поликлиника, куда приезжают пациенты впервые для того, чтобы получить консультацию. Если в течение одного дня обследования подтвердить наличие онкологического заболевания и оценить его распространенность по организму не представляется возможным, то такие пациенты располагаются в пансионате центра. В последующем они обследуются в диагностических отделениях и госпитализируются уже в профильных отделениях для лечения. Центр известен своими достижениями, и на лечение поступают пациенты из-за рубежа. В первую очередь это из стран СНГ, но и из других стран. Этому способствует известный имидж нашего учреждения, где лечение проводится высокоэффективное, и пациенты нашего лечения в центре уже потом приезжают и его продолжают. Также на территории центра расположены два республиканских учреждения. Это республиканская молекулярно-энергетическая лаборатория канцерогенеза, а также республиканский центр позиторонно-эмиссионной томографии. Вы находитесь на территории Республиканского центра позиторонно-эмиссионной томографии, единственного учреждения в Республике Беларусь такого рода, которое используется для диагностики, в основном для диагностики опухолевого процесса как состояния первичного очага, так и распространенности опухоли. В настоящее время мы уже обследовали более 40 тысяч пациентов, в среднем это 7 тысяч пациентов в год. Ну и в общем-то мощности республиканского опоцентра позволяют удовлетворить обследование всех пациентов, которым это необходимо в Республике Беларусь, ну и части тех иностранных граждан, которые приезжают к нам на обследование. В центре онкологии проводится лечение злокастинг-образованию всех локализаций за исключением рака щитовидной железы. Почему? Потому что после аварии на Чернобыльской АЭС был создан Республиканский центр опухоли щитовидной железы, который располагается на базе Минского городкового онкологического диспансера. Другие же все локализации, включая нейроонкологию, вертебрологию и так далее, все получают лечение здесь. Почему медицина? Может быть, из-за того, что мама болела часто, травматизмом, с проблемами сердца, вот, может быть, это сказалось. Я закончил медицинский университет, приехав из деревни, из-под Пинска, с балом 5-0. Таких людей не так много. Я себе поставил цель быть кандидатом в науку. Ну, поскольку потом все пошло-пошло, так думаю, почему тогда не доктором. Заканчивая медицинский институт, я считал, что в онкологии выполняются большие хирургические вмешательства, которые позволяют, ну, в абсолютном большинстве излечить пациентов. И вот мне захотелось работать именно в этом направлении. За многие годы работы в центре более 40 лет я занимался научной работой и разрабатывал новые методы диагностики и лечения, ну, в частности, колоректального рака. И в результате этой исследовательской работы были разработаны новые методы. Ну, в моей семье врачей не было. Вот. И, конечно, мне очень приятно, что внучка и решила связать свою жизнь с медициной. Она поступила и уже вот проучила 4,5 года. И, конечно же, мне это приятно. Привет, Виктор. Привет. Мой будущий коллега. Садись. Ну, рассказывай, как дела, как что, как сессия идет. Ой, отлично сдала тапографическую анатомию. Беретка полоса очень хорошая. Знала просто на сбок. Получила девятку. О, молодец. Хороший. Первое время я думала, что никогда в жизни не пойду в медицину. Но после девятого класса я посмотрела на дедушку, на то восхищение, которое он вызывает у окружающих. Каждый раз, когда к нему приходили в гости какие-то знакомые, они всегда говорили, твой дедушка – великий хирург. Ты, может быть, этого не видишь, потому что он просто твой дедушка, и я как-то не обращала на это внимания. А теперь, когда я уже в этой среде развиваюсь, я смотрю на него и понимаю, что мне есть на кого уравняться. Это правда. Я никогда не задумывался на тем, правильно ли я выбрал профессию для себя. Потому что действительно эта работа мне нравится. Она приносит большое удовольствие. И я считаю, что как раз в профессиональном плане у меня все получилось по жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!